любые сильные желания кроме желания стремления к высшей истине к богу служению все погубят человек таков закон теперь сразу возникает вопрос что делать с этими желаниями вот человек хочет власти успеха богатства надо отказаться от этих желаний надо отказываться знаете откуда эти желания берутся они берутся из вашей прошлой жизни вот вы рождаетесь допустим этой жизни и мальчик маленький ребенок допустим мальчик или девочка он рождается вы смотрите на него глаза и он такой такой рождается году смотрит на всех как будто он директор завода такие вообще что делаете тут чем дело вообще кого такой ребенок родился значит он был директором завода в прошлой жизни откуда у него желание он как бы он начнет ему станет 5 лет он будет говорить я хочу руководителем быть но потому что он им уже был откуда это желание берется да потому что человек так уже функционировал теперь сразу возникает вопрос а зачем его бог таким сделанным зачем ему быть руководителем завода зачем только одна причина чтобы через это перенести всем счастье вот зачем женщин возгдилась очень красивой только одна причина чтобы через это принести всем счастье чтобы не мучить людей своей красотой как бы все там сколько я там повалила мужиков там у меня Ты сколько там в тебя влюбились? Мне 20, у меня 30. Ну давай, тебе 10 не хватает. Не для этого девушка родилась красивая, а для того, чтобы родственники рядом с ней жили счастливо, наслаждались, чтобы им хорошо было. Вот для этого. Для того, чтобы всем приносить счастье, женская красота нужна. Сила вот директора завода зачем нужна? Для того, чтобы он людям помог нормально жить. Вот для чего Бог ему дал это. Но желание поэтому быть директором завода само по себе отличное, потому что у него есть такая природа, через это приносить пользу. Само по себе желание быть любимой — это отлично. Быть матерью — это отлично. Само желание иметь квартиру даже отличную. То есть у тебя хорошая квартира, сделать так, чтобы все люди вокруг получили счастье от этой квартиры. Вот тогда ты будешь, когда из жизни уходить, эта квартира тебе тоже счастье принесёт. И так само желание указывает на то, как ты должен Богу служить. А потом, когда ты будешь уходить из жизни, то учитываться будет именно то, что ты со своим желанием потом сделал. Отказываться человек должен от своего желания или нет? Он хочет быть директором, он хочет быть артистом, он хочет быть врачом. Должен отказываться или нет? Это желание указывает ему на его эффективность, где он будет хорошим, где он будет сильным, где он будет крепким. Поэтому этот мотив хороший. Этот мотив хороший. А вот потом дальше, когда ты проживёшь свою жизнь, дальше какая у тебя была квартира, какая машина, Богу будет всё равно. Вот не всё равно будет, что ты с этим сделал. Слёз означает, что после смерти человек всё видит. Но он расставаясь, видит, как к нему относятся, как он прожил свою жизнь. Она проходит перед глазами. Человек не то, что он раз, это всё, следующая страничка. Нет, ты посмотришь на эту жизнь сначала. И может быть, все радостно и счастливо будут тебя вспоминать, а может быть, наоборот. Может, они плюнут тебе в лицо и будут продавать твою квартиру быстрее и в неё выносить туда вещи, которые тобой заработаны. Мои дорогие друзья, жизнь имеет вечную природу. И цель человеческой жизни — развитие. Развитие означает менять свою концепцию счастья. Самое высокое счастье — это счастье чистых, светлых отношений с высшей Личностью, которая нам служит всю нашу жизнь. Она о нас постоянно заботится. И мы должны быть благодарны. Вчера мы прямо старались. Вчера очень чистый был ретрик такой, светлый. И если у вас светлая память об этом событии осталась, если вы повторяли, аллилуйя, и у вас сердце чистота, так и вы думаете, я хочу ещё раз повторять. Мне это нравится, вот это классно, вообще вот этим заниматься. Поднимите руку, у кого вот такое возникло? Вы достигли высшей цели человеческой жизни. Вот если вам это нравится, больше вам в жизни уже ничего не надо. Всё, вы уже своего достигли, добились. Понимаете? То же самое, если человек помог кому-то в жизни, он почувствовал счастье от этого поступка, то он дальше сможет очень хорошо в жизни иметь всё. Бог такому человеку даст всё, что ему нужно в жизни. Как это происходит, я могу технически объяснить. Вот, допустим, что нужно руководителю больше всего в жизни? Знаете? Ему больше всего в жизни нужны верные люди. Вот это самое большее, что нужно рукой. Вот несколько верных человек вокруг, и всё дело сделано. Вот, допустим, у тебя есть бизнес свой, несколько верных помощников, специалистов хороших, и у ты просто всю жизнь в шоколаде. Так или нет? Так. Как найти верных людей? Вот человек приходит, говорит, у меня вот хорошее образование, у меня вот такие дипломы, там всё прочее. Это гарантирует вам, что он вас не разведёт? Наоборот, если у него очень хорошее образование, он может профессионально развести. даже не заметишь, как он тебя сделает. Аккуратненько так отнимет у тебя бизнес, там даже жену может отнять, в принципе. Где взять верного человека? Вы можете использовать… У меня один знакомый, он достаточно состоятельный, влиятельный человек, он решил найти себе жену. Он использовал самые лучшие тестовые системы в мире. Он отобрал очень много женщин и нашёл одну из людей, которая потом устроила Коскину в армию. Потому что никакие способы не помогут найти себе верных людей. Есть только один способ. Это заботиться о своих подчинённых. И когда человек заботится о своих подчинённых, то постепенно у него отфильтровываются помощники. Сначала Бог ему даёт не очень, потом он продолжает заботиться, они лучше становятся. И потом приходит время, и у него создаётся прекрасная команда с очень хорошими мотивами. Понимаете, как это работает? Ты не сможешь найти себе человека, помощника, с помощью, используя знания какие-то. Только благочестие даст тебе возможность найти себе человека. Или, допустим, парень ищет девушку. Какая ему девушка достанется? В умной достаётся в умным, а я достал из тебя. Ты сможешь некоторые там используют всякие гороскопы там? Ты можешь избежать курс судьбы с помощью гороскопа? Что определяет, какая девушка тебе достанется? Что определяет? Твои мотивы определяют. Определяет твоя цель жизни. Запомните, именно это и есть флагман нашей судьбы. Человек должен формировать свою цель. Он должен формировать свои мотивы, потому что мотивы были бы чисты, а остальное всё приложится. Это не мои слова, это слова Булата Ак-Куджавы. Так вот, поверьте, это так работает вся система. Вот если, допустим, вы хотите вместе с этой девушкой делать добрые дела, идти к Богу, помогать людям. Если у вас реально это желание сформировалось, Бог вам даст верную жену, которая никогда вас не подведёт в жизни. Даже испытания будут, она, допустим, оступится и раскается, и опять дальше пойдёт с вами вперёд. Понимаете, если вы хотите мотивы, допустим, вы хотите наслаждаться женщиной, вы хотите получить себе вот классную тёлку, значит, тогда она вам вынесет весь мозг. потому что вы найдёте себе именно женщину, которая будет хотеть того же самого, наслаждаться вами. Если вы хотите найти себе таких рабочих, подчинённых, на которых вы много бабла можете заработать, то вы найдёте себе таких подчинённых, которые что сделают? Платят рабовую на вас. Правильно! Вот, то есть они, вытасут из вас всё бабло, как бы, и дадут вам просто несчастную жизнь. Поэтому, мои дорогие друзья, изучайте эту самую главную тему жизни. Это тема, какая у меня цель в жизни, и какие у меня мотивы. Если человек эту тему понимает, дальше ему уже нет никаких проблем жить нормально. Вот, допустим, ты чувствуешь, что там слишком много жадности, а ты бизнесмен. Ну, чувствуешь, деньги, блин, хочется денег, блин. Первое, что ты должен узнать, что когда-то, в прошлой жизни, у тебя было больше денег, чем сейчас. поэтому тебе хочется. Второе, что ты должен узнать, чем больше денег, тем больше надо служить Богу. Иначе за это потом будешь отвечать. Ну, как, чем больше ответственности, тем больше ответственности. Правильно? То есть, ты там директор завода, у тебя, значит, ответственность, это что такое? Или очень высоко в рай, и очень низко в ад. Ну, допустим, обычный человек, у него амплитуда невысокая, то есть, или чуть-чуть в рай, или чуть-чуть в ад. А если у тебя, ты там, допустим, имеешь целый завод в распоряжении, то тогда побольше в рай или в ад, в зависимости от того, как ты с этим будешь пользоваться. Понимаете, да, что такое ответственность? Означает, что амплитуда выше. Ну, ты говоришь, я хочу больше амплитуду. Ну, Бог говорит, да ты, блин, с этой амплитудой справишься сначала, я тебе потом больше дам. Вот так работаю. Иногда Бог пропинает, говорит, ну, ладно, крен с тобой, на тебе побольше, иди в ад. Потому что точно с этим не справишься. Не очень плохо иметь три жены. Женщины угорают. Вот именно женщины знают, что значит иметь три жены. Мужчины не знают. Они тупят. Но женщины угорают, потому что они знают, что значит мужику иметь три жены. Женщины понимаете, да, что это значит? Что они с ним сделают? Мозг вынесут с трех сторон. С трех сторон вынесут мозг. Вот, понятно? Гораздо хуже с другой стороны. Ну, когда человек как бы, если бы я был шутлан, я бы имел трех жены, и трех стороной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при никаких делах, столько бед и хлопот, ах, спаси Аллах. То есть, есть желание иметь при жены, но человек молится Аллаху, чтобы он спас его от этого желания. Вот это разумный уже подход к жизни. Итак, что такое мотивы? Мотивы бывают трех видов всего. Первый мотив — «Хочу отдать свою жизнь Богу и людям». Этот мотив всегда приносит удачу. Ну, а желания человека, они определяются его опытом жизненным. У меня одна знакомая говорит, «Я хотела за шейха выйти замуж». Она мне рассказывает. Ну, она в Эмиратах живет. Вы знаете, да? Я говорю, хотела за шейха выйти замуж. Ну, вы можете сказать, хотеть не вредно же, да? Ну, понимаете, она хотела за шейха и могла выйти за шейха, потому что она с шейхом познакомилась. И он за ней ухаживал. То есть такая сила, у девушки такая сила, что шейх за ней ухаживал. И она там посмотрела, подумала, подумала, «Блин, да что-то мне не нравится такая жизнь, быть одной из нескольких жен. Я лучше себе похуже найду. Ну, не похуже, в смысле, а победнее, беднее, но я буду одной женой». Нормальная мысль? Разумный подход к жизни? Разумный. Ну, то есть у девушки столько силы, красоты, что она может выбрать себе очень богатого человека. И просто пальцем показать, и он в нее влюбится. Все. Зачем ей столько красоты Бог дал? Зачем? Женщины, шевелите мозгами. Он дал ей столько красоты для того, чтобы она заставила этого мужика жертвовать людям, прийти к Богу. Только для этого. Больше нет никакой цели. Бог ей дал такую возможность выйти замуж за такого сильного человека, потому что он на нее рассчитывает, что она ему даст возможность, потому что женщина это совесть мужа, понимаете? Она сделает так, чтобы он, этот человек, не скатился, чтобы он сильный этот человек, влиятельный, она с помощью своей красоты, женской силы заставила его жить правильно. Вот для чего. Ну, теперь другой вопрос. Если она не заставила его жить правильно, то есть она вышла, Бог ей дал такого сильного мужика, а она там расслабилась, типа у меня теперь деньги, у меня теперь квартира, у меня теперь Абудаби. Дальше что будет? Бог отберет. Да, он скажет, как бы, дай-ка я ему другую дам. Потому что она не справляется, а мужик у меня портится, уже почти пропор. Он наскофинился, думает только о деньгах, надо ему менять жену. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, мы жили много лет вместе, 20 лет, у нас двое детей, почему он меня бросил? кому Бог в семье дал совесть? Мне. Кто должен дома делать алтарь? кто должен освещать пищу, когда готовит? Кто должен думать о совести? Кому Бог дал возможность? Кто совестливый, мужчина или женщина? Конечно, женщина. Конечно, женщина. Вот поэтому у тебя и развод. Ты жила 20 лет, думала только о своей жизни, думала о своих детях, о Боге не думала, как бы мужчина совсем превратился в дерьмо рядом с тобой, оскотинился. ты что получаешь дальше? Одиночество в результате. Потому что это твои проблемы. Поэтому есть мотивы и цели. Если твоя цель личная жизнь, результат останется у разбитого корыта. Бог дал золотую рыбку. Ну допустим, как бы у вас разбитая корыта, больше ничего нет, вам Бог дал золотую рыбку. Что надо просить? Бог, золотая рыбка, дай мне разума правильно жить. Дай мне разума, чтобы я правильно жил. А она что попросила? А Карль-то попросила сначала. дай мне стиральную машину нормально. Ладно, на тебе корыта и стиральную машину, разницы нет. Вот. Дальше что попросила? Дом нормальный. Потом что попросила? Дворец. Потом что? Быть владычицей морской, и сама золотая рыбка у меня на побегушку. Результат опять у разбитого корыта. Это цикл мои хорошие, которые я вам сейчас описал. Это не Пушкина сказка, это наша жизнь. Вот если вы прожили с мужем 20 лет результат у разбитого корыта, значит вы не выполнили ту цель, которая перед вами знайте вы о ней или нет это ваши проблемы. Потому что еще раз повторяю, цель человеческой жизни это движение к Богу. Другой цели нет, потому что есть цели, есть, бывают цели наслаждаться жизнью. Бывает такая цель, чтобы счастливо жить? Такие цели бывают? Нет? Бывают у кого? Кому разрешено счастливо жить? Вот всю жизнь только счастливо жить и вообще ни о чем не думать. Правильно. Вот кошка живет, она обалдеет, ходит мурлыкает всю жизнь. И ей разрешено. Она имеет право всю жизнь просто мурлыкать, валяться в постели, кушать и все, и обалдеть, и всю жизнь она имеет право. Почему? Потому потому что такие цели только для животного существования предназначены. Человеческое существование предназначено для того, чтобы развиваться в своих мотивах и целях. Ни квартира, ни машина, ни дети, ни жена не являются целями, которые дадут вам гарантированное счастье в этом мире. Все это просто сама жизнь. Это не цель человеческой жизни, это сама жизнь. Для того, чтобы жить, человек должен ставить выше цели. И эти цели, чтобы ставить, надо развиваться как Личность, надо пытаться постичь эту науку чистого, чистого ощущения, зачем нужна человеческая жизнь. Надо изучать это, мои дорогие друзья, и в зависимости от этого вы получите друзей себе, работу, здоровье, питание, получите верность или предательство, получите спасение или кабалу в жизни. Все это зависит только от цели, которые человек ставит, и мотивов. Ту среду, в которой он попадает, зависит только от этого. Среда, вот допустим, человек говорит, я не могу избавиться от бандитов, которые меня окружают, и они меня взяли в оборот. Он говорит, я не могу бросить, убивать, грабить, потому что я уже повязан этими людьми. Это только вот этого человека ситуация или каждого из нас. Каждый из нас, мои дорогие друзья, повязан теми людьми, которые нас окружают, потому что это не люди нас окружают, нас окружают, наши цели жизни, наши мотивы. Именно они формируют то место, где ты будешь работать, то здоровье, которое ты будешь иметь, то возможность зарабатывать, которое ты будешь иметь, всё это определяется только твоими мотивами. Богу что, думаете, жалко дать тебе больше денег? Если ты с этими не справляешься, если ты эти используешь неправильно, он тебе никогда больше не даст, потому что ты от этого просто тупо деградируешь всё. Вам тема интересная? Да. Хорошо, тогда задавайте ваши практические вопросы только по этой теме. А я сейчас, когда пробежка, наша пробежка 15 февраля, старт 7.00, Резмайловский парк, сбору памяти коленю, 6.50, МЦК, Соколинная гора. Следующее объявление. Завтра, 14-я, вторая часть лекции, как мотивы человека и его цели формируют судьбу. Внимание, другой зал будет. Не забудьте, не идьте сюда. Там смотрите в рекламе, на моём сайте, там в рассылке и идьте туда. 15 февраля ретиль «Победа над судьбой». Зал какой? Вот этот, да? Да. А насчёт 16 февраля как бы моя супруга, к сожалению, хотела приехать, но не смогла. То есть это отменяется. Всё. Но она обещала приезжать. Мы сели с ней после того, как мама ушла, и она сказала «Слушай, я, говорит, не знаю, я думала, что я живу для того, чтобы тебе служить, заботиться, когда приезжаешь, но я что-то не хочу жить. Я потеряла смысл жизни». Я говорю, «Потому что они не являются твоей целью жизни». Она говорит, «А что тогда я должна делать?» Я говорю, «Ты должна лекции читать для людей, должна песни свои петь, танцевать, чтобы людям приносить счастье. Для этого тебе придётся ездить, а ей очень тяжело ездить». И она сначала согласилась, что-то пошло не так. но всё равно придёт время, она начнёт это делать. Также ещё есть несколько объявлений. У нас будет два фестиваля. Если вы хотите посильнее погрузиться и очиститься, то на майские праздники эмритинский курорт в Сочи с 1 по 8 мая будет фестиваль. Можно на него приезжать. Я там останусь ещё на несколько дней, потому что я знаю, что некоторые люди любят больше брать отпуск, когда они едут на юг. И ещё и 9, 10 и 11 я буду читать лекции в Сочи. То есть вы можете отдыхать и просто ходить по вечерам на лекции. То есть получается с 1 по 11 можно поехать и отдохнуть. это в мае. Теперь с 31 мая вот этого объявления, даже рекламы ещё нет, с 31 мая по 9 июня будет фестиваль в очень живописном месте. Иссыкуль. Озеро Иссыкуль. Там родоновые такие, ну как бы источники, целый бассейн и горячий такой минеральной воды, очень прохладное, чистое озеро, очень красивая атмосфера. Это озеро минеральной воды, её можно пить. Но билеты, естественно, подороже будут намного, чем в Сочи, но сама путёвка примерно будет такая же. То есть в основном мы это делаем уже для другого региона, это для Казахстана, они сильно просили, Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Сибирь, в основном оттуда поедут, на этот второй сестиваль, на Иссыкуле, но если вы хотите, вам никто не запрещает, тоже может туда поедать. Если хотите, можете в Дубай там приехать в ноябре месяце, там уже для песни поются «Я в Дубае, я богатый и не скрывай». Там такой небольшой фестивальчик для узкой аудитории, богатый и не скрывай. Вот такие объявления. Какие у вас вопросы? по лекции, да? Ну, мужчина, давай. У меня обратно вопрос. Гарриша, вам хотелось сказать спасибо вам за вашу работу. Мне лично уважаем в себе то, что вы делаете. Вопрос касается брака страны, наоборот вопрос смелости, в том выборе предназначений. Чувствуется нечто предназначение и не хватает как бы то, что сейчас касается реализации, в принципе всю жизнь для семьи всегда находится в нуле. Ну, финансово. Я думаю, что может быть и многие находятся. Ну, то есть зарплата есть и она заканчивается там. Как вы думаете, Богу сложно вам дать богатство? Нет, конечно. Почему он не дает? Ну, какие-то испытания подхожу. Мне кажется, что может быть это как раз связано с тем, что я недостаточно смел в своем выборе и в том, чтобы сделать что-то более объемное, более масштабное. Мои хорошие, замечательный вопрос, замечательный вопрос. Он очень практичный. Вот смотрите, у человека есть чувство, кем он должен быть. Это чувство идет с прошлой жизни. Это значит, у него потенциал на это есть. Кроме чувства, есть еще две вещи, которые надо сделать. Первая вещь, которую он обозначил, надо быть смелым и идти вперед в этом направлении. И вторая вещь, быть достойным. А вот это сложнее. еще если много люди проходят разные бизнес-тренинги и они учатся быть дерзкими, смелыми, получать образование правильное, которое необходимо для развития. Это все так. Но вот эта вся дерзкость и смелость и образование, которое ты получаешь, все это может стать проклятием для тебя, если ты, не дай бог, этого не достоин. ты получишь сразу полный, по полной программе деградацию. Эта деградация не будет означать, допустим, всегда, не всегда деградация означает, что ты оскотинился и заворовался. Иногда деградация означает сильные долги. Вот человек взял нож непосильную по его судьбе, его окружают, его окружили хапуги, люди, которые просто раздирают его, ну, допустим, он набрал себе, он решил создать фирму, вот он чувствует, что он может, да, решил, взял кредит, набрал руководителей себе, сделал фирму, сделал все, как бы сделал, как надо, дальше, что происходит? Эти руководители герпанят от него все, что у него есть, он оказывается в долгах, попадает в долговую яму, его садя, сажают в тюрьму за то, что он должен денег и не дает им, не выплачивает. Дерзкий человек, очень смелый, в чем проблема? Благочестие, да, никакого наоборот, что это? Не имеет на это права. Смелость, сила человека, плюс благочестие, плюс правильные мотивы, то есть мотивы означают движение, как стрела человек, когда идет вверх, это его мотивы. Мотивы или цель определяет устойчивость в развитии человека, и цель бывает явная, бывает скрытая. Вот, допустим, человек говорит, я христианин, но он никаких заповедей не соблюдает. Это значит, что он хочет к Богу, но не может, потому что его цель не сформирована. Он не понимает на самом деле, что он пока живет неправильной жизнью, и эта неправильная жизнь не приведет его к его победе. Ну, то есть, Богу не сложно вам дать то, что вам вы хотите, получить. Вы должны быть таким человеком, чтобы это, то, что вам Бог даст, вас не испортило. Всё. Только эта проблема существует. Больше никакой. В этом мире у всех людей так. А можно ещё исходя из этого? То есть, например, бывает ли такой вариант, что условное благочестие может быть есть, но я не говорю про себя, но вообще у человека нового не хватает смелости. Вот, в таком случае, что вы можете? Ну, конечно, я же вам сказал, что смелость это признак сильной Личности, но смелость может и навредить. Ну, допустим, вот смелый хирург, он хочет делать операцию, но он ещё не имеет достаточно благочестия, опыта, чувства человека, чувства пациента. Он идёт, делает операцию и дальше что? губит человек. Он будет за это отвечать? Поэтому я вам и говорю, что смелость это хорошо в сочетании с благочестием. Поэтому все в основном бизнес-тренинги только на смелость направлены. Они говорят, стань дерзким, стань сильным, не бойся ничего, ты всё можешь. Они говорят, и они людей куда отправляют? Куда? Ну, скажем так, к плохим поступкам. Нет, они людей отправляют к рискованной жизни, к очень большому риску, потому что именно устойчивость определяется не дерзостью, а благочестием. Вот у меня была всегда очень большая дерзость в жизни. я сразу пошёл читать лекции, там, большие аудитории, всё, мне было пофиг. И поэтому у меня жизнь ломана, очень сильное испытание. То есть, Бог, когда я, ну, там, начинал гордиться собой, он мне пулял, вот так вот, я пошёл дальше. Ну, то есть, как бы, в целом, дерзость хорошо, но при этом нужно ещё достаточно благочестием, чтобы тебя не сломало, потому что лучше поэтому поступательное движение. Вот, допустим, когда я начал аскезы для здоровья совершать, здесь у меня мозгов хватило, понимаете? То есть, я понял, что нужно длительное движение. И я разбегивался два с половиной года. Нет, я 50 лет начал бегать и разбегивался два с половиной года. Почему? Потому что уже тело не такое крепкое. Это уже 50 лет. И мне понадобилось два с половиной года, чтобы выйти на 17 километров. А если бы я быстрее в таком возрасте начал это делать, то я бы мог получить уже какие-то серьёзные опасные последствия. Поэтому, ну, дерзость — это хорошо, но добрые дела, правильное понимание, для чего человеческая жизнь нужна, добрые дела дают возможности человеку, что такое добрые дела? Это как бы подспорье, которое гарантирует, что ты не оскотинешься. Вот, допустим, ты хочешь быть врачом. Люди учатся в медицинском институте. Но я когда учился в медицинском институте, я знаете, что делал в свободное время? я ходил в палату и говорил, кому нужна помощь? И все улыбались, я же молодой юноша такой, все улыбались, а что ты можешь? Я говорю, могу точки нажимать, советы давать, такой, и все просто смеялись над мной. Говорит, ну можешь вот мне понажимать, у меня сердце болит. Я говорю, сейчас, ладно, там нажимаю, раз, сердце прошло, вау, сердце прошло, хорошо, а вот ты можешь мне? И потом и так я ходил полгода. Потом один врач подошел, говорит, а ты мне можешь? Я студент, говорю, да я студент, но у меня тоже сердце болит, ну понажимай мне. Понажимал, потом я уже в палаты не ходил, потому что из врачей очередь выстроил. А потом у меня был кружок, в который ходило три доктора наук. На четвертом курсе изучали нетрадиционную медицину у меня. Понимаете? А я и занимался с малолетства, то есть я изучал, как природа устроена. Я с детства 12 лет бегал босиком по снегу, упался в проруби. То есть я это с детства уже делал, и у меня с молоком матери как бы я получил эти знания все, как это все работает. Поэтому в 24 года это уже я начал лекции читать, это уже начал выстреливать. А в 28 лет уже по всей России уже начал ездить читать. Дерзость это хорошо, но все мои друзья, которые со мной читали лекции, все они деградировали из-за того, что они поменяли свою жену на слушательницу лекции. Кроме дерзости нужна еще сила на те испытания, которые тебе Бог даст, для того, чтобы ты соответствовал тому, что ты хочешь быть, кем ты хочешь быть. И эти испытания человек может выдержать, если он, кроме того, что он учится в институте, ходит еще и просто людям помогает. Вот тогда это гарантия уже, понимаете, что ты не оскотинешься, потому что кроме знания и квалификации человек должен подкрепить эти знания своим сердцем бескорыстным. Вот если ты обрел очень большую власть, значит у тебя много бескорыстия должно быть для того, чтобы эта власть тебя не превратила в дерьмо. понимаете? То есть большая власть большое сердце, маленькая власть маленькое сердце, то есть надо всегда, чтобы эти две вещи были в сочетании. И все равно даже у тебя большое сердце и большая власть и ты людям помогаешь, не забудь про цель человеческой жизни, иначе твои мотивы все равно будут неправильными. Мне надо все равно учиться молитве, все равно надо учиться иметь наставника в жизни, все равно нужно стараться выше направлять свой взгляд, потому что иначе ты запутаешься здесь, на этой земле. Не пойдешь дальше туда, куда тебе надо идти. иначе Продолжение следует...